Министр сообщения Талас Линкайт поручил сформировать в Министерстве рабочую группу по решению социальных вопросов в связи с увольнением работников Латвия с Делстельш. В рабочую группу войдут представители Министерства сообщения ЛДЗ Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения Министерства благосостояния, Государственного агентства занятости и железнодорожной технической инспекции. Как сообщалось, латвийская железная дорога до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками, что составляет около 24% всех работников. Сегодня реализуется первый этап оптимизации, и в первую очередь он коснется сотрудников администрации компании Латвия с Делстельш, которые работают в структурах железной дороги в Риге. Конечно, аналогичный процесс происходит и в Давыполсе, но по сравнению со столицей это небольшая часть работников, с которыми будут прерваны трудовые отношения. Хочу отметить, что процесс оптимизации будет проходить поэтапно, а также предприятие будет следить за развитием ситуации, и последующие решения будут связаны с ее развитием на рынке железнодорожных перевозок. Ранее уже сообщалось о том, что 2019 год для латвийской железной дороги и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным. Из-за снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов. Согласно решению депутата Дагубовского краевого самоуправления, в обязывающие правила о социальной помощи были внесены изменения. Речь идет об увеличении размера единоразового пособия в случае возникновения кризисной ситуации. Если ранее это пособие составляло 200 евро для одного лица или семьи, то в дальнейшем человек получит 400 евро. Изменения коснулись и других видов социальной помощи. Поменяли тоже пособие, что касается погребения. У нас было 180 евро, теперь 350. Поменялась и ГАЭМИ сумма. У нас в самом деле не было 56,91. Сейчас, так как во всем государстве, это 64 евро. Есть изменения тоже у школьников в школах по питанию. Для деток до 5 лет самоуправления, самоуправление оплачивает питание только тем детям, которые имеют малоимущий статус. Всем остальным деткам, которые 5-6 летки из 5 по 9 класс, самоуправление оплачивает евро один. И если есть малоимущий статус, тогда самоуправление доплачивает ту сумму, которой не хватает. Бесплатное питание также предоставляется и школьникам 10-11 классов. Эти расходы самоуправление взяло на себя. Из 1 по 4 класс 71 цент оплачивает государство и 71 цент оплачивает самоуправление. Но если это еще больше евро 42, тогда малоимущим семьям доплачивает самоуправление. Есть изменения у деток-сирот, которые остались без попетительства родителей. Именно идет речь о тех детках, которые продолжают учиться. Все равно это или в вузе, или в техникуме, или в ремесленном училище. Те, которые учатся без... которые не имеют инвалидной группы, получают 64-03. Те, которые имеют инвалидность, получают 80 евро. И те, которые получают инвалидность с детства, те получают 122,69. Одноразовое пособие предоставляется без оценки доходов семьи лица, но с учетом последствий, причиненных кризисной ситуацией убытков и оценки индивидуальных основных потребностей семьи. Для выплаты этого пособия в бюджете самоуправления дополнительно потребуется 3000 евро. 7 февраля в Дауглополсе Пенсионный фонд РФ проведет консультацию по вопросам оформления и начисления пенсии гражданам России, проживающим за рубежом. В этот день прием граждан РФ будет организован в Генеральном консульстве в Дауглополсе. Для получения консультации при себе в обязательном порядке необходимо иметь действительный паспорт. Ежегодно в начале января самоуправление Дауглополсе организует традиционные встречи ветеранов культуры. На сей раз праздник состоялся в Центре латышской культуры. И для многих из этих людей это одна из редких возможностей собраться все вместе хотя бы один раз в году, чтобы пообщаться, узнать о новых проектах, которые сегодня реализуют их преемники, и обсудить наболевшие вопросы. Это дает такой положительный какой-то настрой на будущее. Во-первых, это идет начало нового года. Хочется, чтобы пожелать своим соратникам, своим коллегам много нового, много счастливого, много радостного. То есть сделать все для того, чтобы как-то позитивное мышление, позитивные какие-то события, они у нас были в большей мере, чем что-то грустное. Место встречи было выбрано не случайно. В этом году после капитального ремонта в бывших помещениях кафе Центра латышской культуры был открыт кабачок аккордеонистов. Сегодня этот зал оснащен новой световой и звуковой аппаратурой и готов к проведению интересных мероприятий. Одним из них может стать и выступление коллектива музыканта, педагога, дирижера, в прошлом художественного руководителя оркестра Далгова Центра латышской культуры Яниса Гримбарта. Время, которое поработало, оно мне много дало. Сейчас я себя чувствую комфортно во всех жанрах, не только в духовой, и в классике, и в джазовой музыке. Это все был прошедший этап, а сейчас это мне вроде все помогает. С кем легче было работать? С ровесниками когда-то, да? Или с сегодняшними молодыми людьми? Вы знаете что, я даже не ощущаю, понимаете, такого нет ощущения. С молодежью мне всегда нравилось работать. И сейчас как-то я прихожу с ними, так у нас очень хороший контакт, я прихожу отдыхать. Практически ни одной встречи со своими коллегами не пропускает и Текла Лоцека. В прошлом методист по работе художественных коллективов Центра латышской культуры. Глядя на своих преемников и вспоминая годы своей работы, госпожа Лоцека отмечает, что тогда было работать сложнее, а сегодня свободы больше в реализации творческих проектов. Сегодня здесь совершенно иная жизнь, но я вам скажу, что в каждом периоде было и есть что-то интересное. И Центр латышской культуры и тогда, и сейчас остается для меня родным домом. И тот, кто сегодня сюда пришел, все близкие для меня люди. Несмотря на почтенный возраст, ветераны культуры по-прежнему принимают активное участие в общественной жизни города, и их жизненный опыт бесценен. Смотря что они ушли на заслуженный отдых, они активно участвуют в культурной жизни города, в разных областях, можно сказать, и посещая концерты, и участие в различных общественных организациях, потому что в городе у нас очень много таких организаций, которые связаны с культурой. Некоторые, например, создают какие-то новые идеи, новые мероприятия. Самоправление города Далгопилса благодарит за участие активное, и те предложения, которые поступают, конечно, мы используем и берем внимание. Несомненно, бывших работников культуры не бывает. Эти люди и сегодня готовы творить на благо города и его жителей. 1 февраля Далгопилс вновь станет музыкальной столицей Латвии. В этот день наш город будет принимать у себя в гостях музыкальный банк. В ходе финального шоу в прямом эфире жителям страны предстоит выбрать самую лучшую песню конкурса Латвийского радио «Музыкальный банк-2019». На это звание претендует 15 композиций. По уже сложившейся традиции в этот вечер на сцену Музыкального банка выйдут именитые исполнители латвийской эстрады, а также музыканты из Далгопилса. Финальное шоу начнется с совместного выступления Камерного оркестра Далгопилс-Симфонета, Профессионального духового оркестра Далгова и победителя металлического Евровидения группа «Варанг в Норт». Мы играем разную музыку, мы играли и рок-музыку, но с «Варягем» мы играем первый раз, и это интересно. Это интересно, и у нас вообще раньше была такая мысль, с рок-группой сыграть целый концерт. Мы хотели пригласить «Роллинг Стоун», у меня график был такой, они не смогли. Поэтому пока играем с рокером, с нашими «Варангами». Да, это хорошо, я думаю, что получится. Жаль только, что одну песню мы играем, тут надо было бы побольше, чтобы можно было разнообразить всю эту историю. Но сыграем, попробуем, чтобы было громко, попробуем удивить нашу публику латвийскую. Репетиции еще продолжаются, и руководитель этого сводного музыкального коллектива, «Айвра Брок» результатом доволен. Мы должны «Дауглс» показать в таком очень хорошем качестве, потому что это не только музыкальный проект, но, во-первых, это значимый музыкальный проект, который приходит раз в год. Во-вторых, это большой телевизионный проект, и «Дауглс» идет по всей стране, это очень важно. Третье, это такой положительный, это просто большой рекламный проект города. Итак, 1 февраля в Дауглсском Олимпийском центре пройдет финальное шоу «Музыкального банка-2019». И у каждого из нас, включительно до 23 января, еще есть возможность проголосовать за понравившуюся песню года. Утром 22 января в Калнижской волости Красловского края произошла трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погибла 14-летняя девочка, которая переходила проезжую часть. Авария произошла в 7 часов 20 минут на трассе А6. Водитель автомобиля Рено совершил наезд на пешехода. В результате полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. По данному факту, начат уголовный процесс. Проводится следствие.